Здравствуйте, меня зовут Кирилл, я тренер компании Sony. В первую очередь я хочу поблагодарить вас за выбор техники нашей компании. Сегодня я вам расскажу о панорамном фотографировании, которое вы можете осуществлять вашей камерой. Многие из вас наверняка сталкивались с такой ситуацией. Вы пытаетесь сфотографировать объект, но угла обзора вашей камеры недостаточно для того, чтобы захватить его целиком. При этом не всегда есть возможность отойти назад, чтобы осуществить задуманные или объект преодоления от него теряет свою выразительность. Вот, например, эта фотография снята обычным способом, а это уже панорамный снимок. Такие панорамные снимки легко делать вашей камерой. И прежде всего я хочу показать, где находится панорамный режим и как его настраивать. В меню вы можете найти все варианты панорамы. Переключите камеру в панорамный режим. В панорамном режиме вы можете изменять направление съемки и размер изображения. Для того, чтобы изменить оба параметра, вам необходимо зайти в меню и выбрать пункт «Панорама размер изображения». Доступно несколько вариантов. Стандартная панорама и широкая. Свой выбор вы подтверждаете нажатием на центральную кнопку управления. Также вы можете изменить и направление движения. Для этого вам необходимо выбрать пункт «Панорама направления». Доступны четыре варианта. Право, лево, вверх, вниз. Свой выбор вы подтверждаете нажатием на центральную кнопку управления. Настройка камер завершена. Существует ряд правил, выполнение которых позволит вам сделать снимки четкими и композиционно правильными. Правило первое. Выберите начальную точку съемки и точку завершения. Начальная точка съемки находится справа от меня. Точка завершения находится слева от меня. В зависимости от выбранного режима длина кадра будет варьироваться, но широко расставленные руки дадут вам примерное понимание длины кадра. Правило второе. Устойчиво встаньте на поверхность, широко расставив ноги. Правило третье. Избегайте в начале кадра слишком светлых или очень темных участков сцены. Иначе весь кадр может получиться некорректно. Правило четвертое. Плавно ведите камеру в направлении, указанном на экране, поворачиваясь на месте. И вот, панорамный снимок готов. Снять 3D панораму так же просто, как и обычную свип-панораму. Выберите направление и плавно ведите камеру. Все эти варианты панорам, о которых мы говорили, вы можете просматривать на экране фотоаппарата, компьютере и телевизоре. Я надеюсь, что этот ролик был полезен для вас. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok